всем привет всем хорошего дня прекрасного настроения я здесь отгребаю снег будет место для вольера отдела за мной наблюдает как я работаю тружусь точнее вот эту сетку будем обрезать наверное я буду обрезать и весь вольер это творить тоже буду я сейчас кстати узнал по металлу около сотки выходят на металл на вот этот маленький вольер вот такая что профильная труба 20 на 40 потом прутья 12 это все обрезать провода все убирать перетягивать их это я не знаю или на эту сторону или поднимать выше или туда куда-то сейчас будут думать на счет этого всего тут будем наверное 8 колышков этих все-таки не знаю ли ямы копать засыпать или заливать бетоном цементом или все-таки просто вбить трубу эту профильную и будут стоять в принципе как будто вания сделать скорее всего может быть так и сделаем не знаю посмотрим вот и и только на металл я не считал крышу не считал доски это тоже тысяч наверно 60 все вместе плюс ну работу мне как посчитали там 80 100 тысяч я короче решил что я сам буду ну успею успею не успею ничего страшного подумаю куда кого рассадить потому что у светлого у нас операции 28 принципе начал заранее думать все искать и вот только за месяц получается и его только-только все решилось это сейчас вот металл дождусь кое-каких переводов и металла закажу на вольер вот такие дела сегодня постараюсь вольника вам заснять сейчас пойду пообедаю и пойду поснимаем вольника сколько он холки расскажу о нем в принципе обрежем вот досюда может вот эту оставим что не будем до конца наваривать не буду не путем говорю я короче уже множеством лице говорю постоянно наверно с руками я и все это сегодня холодно ужасно будет у нас все видите не докрасили мы вот этом даже не мы а волонтеры я не красил по моему эту сторону да это не красил антана сторона мы по весне докрашивать этот еще сосед не поставил нифига ту криво то косо то еще как-то посмотрим по весне уже чуть снега сегодня полу выпало еще зелено будет в общем ждем весны еще плюсом даем нашим бутузиком молочко с яйцом бега защитница это у нас не очка это у нас босс самый широкий сал большой головастый это у нас нильс посмотрите на вот этот хвостик это у нас нордик она не пьют молочко какие одета хорошо все красавцы пойду за вольником не успел зайти уже тут все громит оставь лыжи в покое мы посмотрите на нее сейчас установлю камеру и замерю его как раз при вас вольничек вольник у нас от белки дара ссылочку сюда здесь оставлю про дары белку рассказывать как раз вот повязались есть у него 1 пометники один мальчик и 6 девочек вот на продажу тоже поэтому кому интересно пишите сейчас мы в общем замерим вольника коды ну-ка ну-ка да у нас барахло так у нас это держалка сломалась поэтому будем вот так снимать сейчас мы тебя вольничек измерить стараемся сделать грамотно так давай вот так наверно сюда стороной не больше не больше чего меня все равно не видно тебя так давай сюда надо морды твоей морды твои пойдем пойдем вот так вот встаем ёкарный бабай ты сколько полки то хорошему сиди сиди хорошим хорошими давайте измерим так слушайте спина уже у него 70 вот так вот морда всем видно думаю все видно отпускаем так наверно тебя еще перезамерить так дорогие друзья здесь у нас 70 72 в общем полки ровно 72 все правильно вот он стоит вот так вот морда твоя морда волчья да уж раму уже так стой подожди дорогие друзья 72 полки вот 71 с половиной где-то 72 сейчас я черчу еще вот вам видно вот по вот этой вот полоса одна и здесь вторая полоска так куда полез вольник все мои охотничество режиме этого эти эти кстати еще как будто подрос интересно вот в два года тоже я тогда их измерю потому что мне то как говорит из за . кто говорит до года кто говорит до двух формируется и в росте тоже дают поэтому вот у нас вольник 72 в холки вольник вольник конечно кто-то неправильно замеряет можно его намерить и 77 и 78 если мерить вот где ошейник прям куда полез вольник ну-ка нельзя богаты нельзя сейчас я попробую с ним еще сняться вот так молодец вот у меня метр восемьдесят два рост вот этот уже здоровый валент 72 полки вот он самый крупный валент на данный момент скорее всего в россии я так уверен если правильно всех замерять то это будет самый крупный валент из всех что есть у нас вообще да и вообще в мире потому что никто не присылал никто не замерял правильно если вот так замерить посмотреть и по весовой категории вот у меня рост метр восемьдесят два плюс у меня еще сапоги сантиметра три два три может даже четыре и вот он стоит вместе со мной вот такой вот здоровью здоровущий сейчас давай вот так вот посадок вот смотри туда вольник туда смотри лезете все все лезете уже вас надо вычесывать это у тебя с детства этот носорогий рог да рога по зубы конечно у тебя серьезные серьезные зубы сегодня у вас будет три буха и трахеи суету наводит выскочить хочет тебе дать прогуляться вот он во всей красе я дед богата хорошо кобелина эти интересуют его шерсть на лыжах лошадиная форум обнюхивает все ему интересно так вольник за авто хулиган за свой год ему вот год 8 февраля было в лесу себя показывает прекрасно поиск у него большой вязкость хорошая голос отдает конечно не так как западно сибирские лайки но он и не должен голос валенд отдавать столько как и западно сибирская лайка хотя у нас есть вал-эндовод коколи то луя который бесконечно голоса duyут как западно сибирские лайки ну вот у нас вольник не отдает столько голоса и лорд тоже не отдает как бы все остальное поиск вязкость в лесу него прекрасно не боится ни медведя не кабана лося первый раз когда знакомились тоже вообще лес к нему скажи драться да хотя лайки естественно западно-сибирский по-другому работают вот валенда у нас по-другому в лесу работают а то вот все путают что вот вален должен работать так как западно-сибирская лайка кто такое сказал я даже не понимаю и не знаю валент это совсем другая порода мне присутствует волк и работать она как западно-сибирская лайка не должна у нее совсем другая работа по зверю и ну-ка даже царство небесное михаила вчеренко памятки писал что и не только в памятке он и видео я сюда ставлю видео что он говорит про эту породу как она себя ведет в еще тогда говорил об этом и заявляли у нас любят все сравнивать ее так валенда западно-сибирской лайкой и она должна быть как западно-сибирской лайка у всех не знаю кто такое придумал но если она должна быть как западно-сибирской лайки вы купите себе западно-сибирскую лайку и не надо ожидать от валенда то что вы ожидаете тут совсем другое предназначение я вставлю что михаила вчеренко говорил и послушайте собака невиданная я даже с экспертами поговорил еще не видится собака гибрид волка и западно-сибирской лайки по роду заводчик назвал волк элли то есть волк и другие приехал он к нам из Переславля сам изделил желание видимо энергичный давайте-ка молодой человек расскажите я вам просто вообще-то поправлю вас здравствуйте уважаемая публика я сегодня в этой выставке хочу вам представить новую породную группу собак основанную на гибридизации западно-сибирских лайков странный комбин который представлен сегодня здесь это гибрид второго поколения в нем 25 процентов волчьей крови но 25 процентов сказано грубо потому что здесь была подобранная вязка и вообще ведется сейчас селекционная работа жесткий отбор и в дальнейшем я думаю это полудня группа ну в ближайшие может быть 25-30 лет будет порой в двухточном кругу была сделана экспериментальная вязка с волчицей из самарского зоопарка екатерин в западно-сибирской лайки тот кобель который вязал волчицу сам по себе был гибридом седьмого поколения в 74 году в притомнике в миг и оси это в киеве это бывший всесоюзный научно-исследовательский притомник охоты и звероводства была сделана впервые у нас в россии экспериментальная вязка западно-сибирской лайки и волка тогда ручную волчицу раду повязал кобель в оси после вязки она рассеяла вот такая причина у меня стоит я тогда будучи еще студентом-хотоведом видов этих гибридов очень полнослышен об этих собаках вот занимались этой линией Светланы Дмитриевны Волочниковой и ее покойный муж Анатолий Тихонович этих собак тогда было не достать и вот я всю жизнь мечтал сделать вот такие гибриды но в дальнейшем в 2000 году мне посчастливилось это все произвести ручная волчица из зоопарка подпустила к себе моего кобеля и вот с этого все началось в дальнейшем собаки отбывались как по внешнему виду как и по характеру и по рабочим качествам сегодня кобель вот этот кобель гибрид второго поколения вы можете увидеть что все таки должны сделать небольшую сноску на то что все таки собака приехала из леса жить в придурнике и вот в может быть за два три года три четвертый год он был оказался в такой тесной компании когда много людей много звуков много запахов и тем не менее видите как кобель относится ко всему этому то есть это говорит о том что у него сильная устойчивая психика почему я к этому пришел долго рассказывать не буду но в двух словах скажу следующее объем мозга у волка на 30 процентов больше чем у собаки эти самые пропорции сохраняются у всех гибридов до пятого и шестого поколения гибриды более выносливы более скажем так привержены к такой контактной работе со зверями охотники знают что работа хорошей лайки заключается в том чтобы найти зверя облаять и позвать их хозяина волка собачьи гибриды для меня в случае этого собачка работают совершенно по-другому любого зверя сначала они это сделают то есть сначала пробуют на звук надо принимать его сами и как только понимают что взять сами не могут вот тогда зовут и уже приходит охотник на помощь хватки делают очень сильными почему делают такие места которые являются жизненно важными такие как плавовые органы такие как горло и так далее у меня есть видеозаписи работы вот этих собак и в частности этого кабеля как по медведю так и по кабану ну вот сейчас я вам в двух словах рассказал о новой параде группе это кстати вот разведение я в общем попросил игоря хотоведа с архангельска у него белка это как раз от лаи александра зубова собака и отец был ольхон в первом поколении как у нас ария и вот повязали лаю ольхоны получилось куба белка норд у куба у нас получается белка в архангельске белка вот дает постоянно переростков я посоветовал первую вязку сделать с даром прошлый год и вот какие получились красавцы дар это тоже от серого и жаде по моему западно сибирской лайки от александра зубова и серый это был чисто очеренковская собака михаил овчаренко ученый биолог охотовед тоже был в общем я подобрал пару игорь согласился поехал за 1000 километров к василию в подмосковье туда и повязали вот даром белку удару под моим руководством была первая вязка и им сильно так помет понравился дар уже старенький и вот в этом году тоже повязали есть вот еще щенки свободные да да вольничек красавец мой поэтому вот такие дела скорее всего это была последняя вязка от белки и дара и будет вот тот пас этот последний помет да красавец мой здоровый вот он какой вот он какой это вот как раз их разведение что белка что до разведения михаила обчаренко александра зубова я в общем сохранил эти крови вот получились вот такие вот красавцы когда ты подбираешь пары и пара подобрана очень грамотно то и еще забыл сказать у нас вольник стал победителем мира среди валендов 2 занял лорд 3 лис 4 баунти на бесте конечно мы не дотянули из-за такого послушания в общем надо заниматься собака чтобы на бестах участвовать а так в общем у нас вольник еще нам был он на стационарную выставку возил здесь петербурге на золоте петербурге на чемпионате мира в общем у нас он нам был он вольничек до фотки сюда предоставлю посмотрите у нас конечно вольник прям вообще молодец и в лесу себя показывает и на выставках показывает себя в общем молодец крупно еще в придачу но что ты там смотрите двери вот он вольник вольник хулиган такой волчьем типе валенд вот это считается конкретное выведение михаила обчаренко и александра зубово смотрите какой раскос глаз шерсть какая ну в общем вообще красавица он у нас палевого окраса ну немножко у нее есть рыжинка но это считается палевый окрас палево-рыжий более не прям рыжий а палево-рыжий да он у нас очень ласковый очень добрый но среди чужих все он готов порвать что людей что ну пока что люди не особо так но кто ему не понравится он очень жестко реагирует по поводу других животных все он готов сожрать всех да да готов сожрать всех а так вот ко мне он очень меня любит покажу свои зубы прекрасно понимает в лесу тоже связь хорошая не увязывается за лайкой сам по себе в лесу ходит сам ищет сам рыщет никто ему не нужен поэтому такое единоличнее у них соревновательный эффект идет в лесу кто первен идет и позовет хозяина своего к добыче поэтому кобели на то что нужно и в дальнейшем естественно будет идти в племенную работу кобели на такое как мне говорили опытные за очки если есть шикарный кобель на 10 лет обеспечена работа племенная у тебя поэтому кобели на хороший и временная работа будет вестись я надеюсь хорошо у нас отлично до конечку покажи свой зубов ты ох какой волчара серьезный серьезный собаки не для всех кто вот хочет приобрести валенда пишите ватсап по номеру ссылка в описании у нас есть счет веги и синая свободные детишки также от белки еще свободные две по моему девочки все не ошибаюсь да то сделали вот там всякие дизы записывают всякие там всю какую-то фигню записывают проволендов что-то все ну зачем сравнивать с другими собаками то же самое что сравнивать добермана с ротвейлером ну как можно их сравнивать две разных породы также здесь его нельзя не сравнить ни с восточником не западником не с русско-европейской здесь все по-другому здесь другая работа так давай постоишь посмотришь дорогие друзья в общем подписывайтесь на наш телеграм-канал там была новость на миллион и также у нас будет скоро розыгрыш щенка в общем все всем пока всем удачи надеюсь вам больничек понравился пишите в комментарии как вообще он вам как вы вообще его видите когда он был конечно маленький был такой несуразный сейчас вырос и посмотрите какой красавец вот так что пишите в комментарии что о нем думаете нравится ли он вам и вообще кто он нравится из парка какие животные и кто ваш любимчик и не забывайте опять подписываться на телеграм-канал а также будет ссылочка в описании про мерч одежды у нас выпустились кепки шапки поэтому кому интересно переходите какой-то телефон хочется там отобрать переходите в общем и заказывайте ты вдара прям до вдара пошел у вас трибуку сейчас вечером как и всем есть у нас это нордик это у нас нить это босс он и бежит с ушком пущеным подрали тебя до ручат уже дерутся вовсю оба не молодец умница не отдавай свою еду никому подошел рядом взял конечно это должен большим быть 8 иди сюда малыш а баран литка тайга все уже слопали